Я нашла выход, я буду записывать в лифте. Сейчас я бегу в детскую поликлинику узнать, когда грудничковый день. Я же позвонить не могу, я же должна пойти и узнать, потому что нам нужно сходить на прием, после ветрянки проверить состояние нашего здоровья и вообще уже пора на прием. Нравятся мне люди, которые смотрят на меня. Когда я что-то записываю. А, да ладно. Скоро весна? Скоро классно будет, тепло. Вот сейчас январь, потом февраль, потом еще март, тоже считаю, за зимний месяц. А потом апрель. Который день хочется мне зеркало почистить здесь. Видите, даже хочется иногда пофоткаться в зеркало, а оно такое грязное, что... Фу, что делали? Что, харкали тогда, сморкались? Видите, я делаю успехи. Я уже немножечко снимаю на улице, но не потому, что теплее. Вот, и выключился он у меня. Когда я уже зашла в лифт, даже не на улице, я зашла в лифт, достала его, он выключился. Я пью сливки. Не знаете, сколько процентов? Десяти процентные. Но, если честно, я умираю. Люблю пить сливки. Я знаю, что это вредно, что я очень жирный, но очень люблю. Говори, бабуль. Ага. Говорю, говорю. Где там птичка маленькая летает, а? Где там зашанка наша маленькая? Ага. Ариша. Ариша. Аришенька. Алиманенька, где голосочек-то? Жесть. Вообще, меня все заметает. Не помню, я говорила или нет. Теперь я заказываю еду домой. Из супермаркета. Называется он Я Сердечко супермаркет. Я любимый супермаркет, или я люблю супермаркет. Я не знаю, в общем, как он называется. Очень круто, что можно заказать это все домой, потому что, ну, вот я заказываю три таких канистра воды, пяти литров, как я их сама донесу до дома. Ну, представляете, а здесь раз, мужичок вам все домой занес, и хорошо. Мне не раз задавали вопрос про похудение. Будь то YouTube или Instagram, постоянно видела комментарии под своими фотографиями. Даша, ты такая худая. Ой, Даша, Даша, вообще, кожа до кости. Я как-то скептически отношусь к людям, которые так высказываются в адрес кого-то, но доброжелательным людям, которые просто интересуются тем, как похудеть после родов. Мой ответ, скорее всего, вас разочарует. Потому что как только я родила и начала кормить грудью, я начала стремительно худеть. Стремительно. Я еще раз скажу, что до беременности я весила 62 килограмма. Потом я немного скинула и снова набрала. И в общей сложности я набрала около 8-10 килограмм. Где-то так. И сейчас, на сегодняшний день, я вешу 53-54 килограмма. Я ем все. Туртики, пироженьки, шоколадки, сгущенку, какие-то сладости. Я вообще ни в чем себе не отказываю совершенно. Я по-прежнему не ем соленое практически. Я по-прежнему пью много воды. Но ничего в моем рационе не поменялось. И я не настроена была на то, чтобы худеть. Я просто начала сама по себе худеть. Видимо, такой у меня метаболизм. Или вот такая у меня особенность, что я как кормящая кошка. Это не очень приятное зрелище, на самом деле. Когда кошка кормит, она такая страшная становится, как вешалка. Вот я примерно из этой же оперы. Конечно, в глубине души я даже хочу, чтобы моя попа стала немного больше, чем она есть сейчас. Но не так, чтобы она заплыла жирком, а просто, чтобы она стала более такая подтянутая. Но я не могу себе позволить сейчас пойти в зал, потому что я кормлю грудью все еще. и может быть, я могу выкрасть время для того, чтобы пойти в зал. Но я, если честно, лучше потрачу на что-то другое. И поэтому я нахожу альтернативу и ищу какие-то видео в ютубе, скачиваю какие-то приложения на свой айфон и занимаюсь по ним. На самом деле это ничуть не хуже, чем зал. Просто если вы страдаете отсутствием функции мотивировать себя самому, своим желанием, то тогда, конечно, это не для вас. Вам нужен тренер, который будет вас гонять, который будет вас заставлять. Но поскольку я иногда могу себя сама заставить сделать что-то против своей воли через какое-то усилие начать заниматься, то, конечно, я буду это делать. Я занимаюсь йогой, занимаюсь пилатесом, делаю стретчинг, растяжку, и также занимаюсь общей укрепляющими физическими упражнениями. В основном это попа. Самое такое больное место. В общем, вы поняли меня. Я надеюсь, что ничего я для своей фигуры особого не делала и не делаю. Просто мне повезло. Правда, мне повезло. Но хочу заметить, что в будни мамы непосредственно каждый день входят тренировки, кардио, силовые тренировки, растяжка. Потому что, когда я еду гулять с коляской, по сугробам, по гололеду, я, понятное дело, ой-ой-ой, как напрягаю все свое тело для того, чтобы удержать равновесие, чтобы никуда не уехать вместе с коляской, чтобы ее нормально вести по сугробам. Каждый день я приседаю тысячу пятьсот раз, поднимаю ребенка на руки. Да, это большая нагрузка на спину. Я, как мама, очень много двигаюсь и любая мама двигается очень много, если она сама выполняет все свои материнские обязанности без помощи няни или домработница, в общем, без помощницы. Ты, пожалуйста, расскажи, что за истерика у тебя сейчас. Расскажи девочкам, мальчикам, что с тобой. Почему ты такая неугомонная девочка? А? Да? Кстати, мы снова вернулись к Муне, подгузники Муни. Первые подгузники, которые мы купили, были Либера, потом мы купили Муни, затем когда я, по-моему, вы помните или не помните, может быть, я даже не рассказываю, затем, когда я оказалась в Чебоксарах, я не смогла купить ничего лучше, чем Мэрис. И купила Мэрис. Мне понравились эти подгузники и мы стали покупать их. А сейчас я пришла в магазин и поняла, что хочу что-то новенькое. И выбирала между тремя японскими марками и выбрала в итоге опять Муни, потому что мягче, чем Муни, никакие подгузники мне не встречались. Неужели я теперь каждый день буду снимать влоги? Может быть. Представляете, если я буду каждый день снимать влоги, я вам надоем очень быстро. По крайней мере, я в этом не сомневаюсь точно, что какой-то процент моей аудитории просто канет в воду, потому что им надоест смотреть на меня каждый день. Но я в общем по возможности. У меня бывает такое, что я через день выкладываю видео или я выкладываю видео раз в месяц. У меня бывают такие заскоки. Но хочется уже стабилизироваться. Да, малыш? Да. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok